Восьмой день пути. Серия 82. Будет пройдено 70 километров в направлении на восток. Участок Мурманска-Магадан. Вот пока всё. Переезд. Опять забыл посмотреть на стройках. Неужели нельзя нормальный переезд сделать, а? Вот будет кто-нибудь ехать и заглохнет на таком переезде. Где безопасность дорожного движения? На мой взгляд, переезд должен быть мягким, чтобы проезжать его не замечать. И такая проблема с переездами по всей стране. Ну, объективности ради нужно сказать, что где-то я встречал переезды. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу найти... Где же этот... Вот она... Это задняя камера... О! Пошла запись... Говорят, машинка впереди работает... Посмотрим... Посмотрим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В старые времена... Водители мигали фарами... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас этого... Нет... К сожалению... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рассход... по-прежнему 5.1 Пройдено 194 километра Златогоровка Старые, старенные избушки стоят, радуют глаз мертвопочек Жить там, наверное, никто не мог не живет, но как памятник эпохи 47-40 Разница 3 рубля В центре дорожек Почему? Почему на трассе дешевле? Аренда земли Может, хватит на этом наживаться Воспределы плена Или стимулирует развитие заправочной сети на трассе Слишком высокие материи От этих людей Что-то Что абстрактное Что абстрактное Воспределы плена Вот так, наверное. Средняя скорость опять поднялась на 1 километр, стало 60. 60. Так, навигатор показывает, что до финиша. Что-то 8, почти 9 часов. 9 часов. Еду я. До фига. Прибытие 17. Семнадцать пятнадцать. Семнадцать пятнадцать пятнадцать пятнадцать. Лучше спать ложиться. А не вдруг 6 часов 57 минут двигаться. Лучше спать ложиться. Ветер ебанчиво в рот даст. Семнадцать пятнадцать пять. Ветер сильный, но деревья прикрывают от ветра. Давай. На. Так, появилась вымачность, стало не так ярко. Иди на обгон. Эй. Молодец. Так, связь. Посмотрим. Так, мегафон показывает 50% силы сигнала. Мегафон 3G. Это мегафон. А Теледва. Теледва говорит 100% силы сигнала и формат 4G интернет. Аккерозы. Игра, защищение и формат 4G. Но никак, лучше. Задняя камера Задняя камера Задняя камера Задняя камера все притормаживают слышали а вон и гаишник стоит на коврюхах гаишники хуярят у них на грантах гулять охуеть можно они сами себе зарабатывают на машину на коврюхах на 50-ках на 40-ках хуярят на хуй вот раз для лоры да и на наш канал а а а 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 Нет никого Газпром нефти 15 14 15 15 15 15 15 18 15 15 15 В домике. Рядом с новыми теремами старенькие домики. Ну что? Естественный процесс. Старость уходит. Молодость начинает стареть. Итак, смена поклеена. Так, надо фотографировать. Храм. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Передвой говорит 75% мощность сигнала, то есть превосходит Мегафон и 4G. Так что картина вот такая со связью. Продолжение следует... 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 Сколько ж от Кургана до Тюмени... Блин... Не могу вспомнить... Там недалеко... Продолжение следует... Продолжение следует... Общие наблюдающие... Хорошая обочина, довольно-таки широкая, на дно дороги очень хорошая. Дикие животные ночью выходят. Однажды на подъезде Новосиба до Баклова. Ехал всю ночь. Ночью вижу, как через дорогу кабан, свинка и несколько поросят перебегали. Такая трогательная картинка. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ножками они. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну-ка посмотрим, какие работы они проводят. Перекрывая одну полосу. Сейчас так прилично, конечно. Просто сняли верхний слой, мне кажется. В Кеменской области, скажу я вам, во-первых, очень хорошие дороги. Но я не об этом. Слепые комары.